Всем привет! Меня зовут Полина, я администратор студии по наращиванию волос Максимова. Сегодня хотелось бы поговорить о донорских волосах, а точнее о мифах, которые существуют про донорские волосы. Первый миф, о котором мы поговорим, это миф о том, что волосы срезаются с мертвых людей и потом наращивают их клиентам. Это неправда. Волосы мы скупаем по всей России и Беларуси. В большинстве случаев это Узбекистан, это Казахстан, в некоторых случаях это Якутия. У нас есть свой цех в Москве, туда поступают все вот эти волосы со всей России. Там их подготавливают к наращиванию, то есть обрабатывают, перечесывают, осветляют, красят. В общем, делают все процедуры для того, чтобы волосы были готовы к наращиванию. Также мы срезаем волосы и в Беларуси, понятное дело. Срезаем волосы, если это кто-то из Беларуси, мы срезаем их у нас в студии в основном. И каждому хвостику есть свое видео подтверждение. Миф второй. Миф о том, что можно нарастить волосы, впоследствии чего? Заполучить в шее. Нет, это тоже неправда, так как, да, в любом случае есть девушки, которые сдают свои волосы из-за того, что у них заводится вши. На этих хвостах могут оставаться гниды, но эти волосы поступают в наш цех в Москве. В этом цеху волосы обрабатываются, волосы перечесываются, волосы осветляются, красятся. Также есть специальные машинки, которые гниды эти вычесывают. И потом уже волосы отправляются к нам в Беларусь, в Минск. И дальше уже, можно так сказать, чистые волосы отправляются по всему миру. Еще один миф о том, что наращенные волосы будут отличаться от своих. Конечно, будут, если мастер подходит к своему делу непрофессионально и безответственно. Не умеет подбирать донорские волосы клиенту по нужным параметрам. Не умеет определять структуру, тип волос клиента. А также не умеет смешивать нужные цвета для получения нужного оттенка. Это были все мифы на сегодня. Мифы, с которыми чаще всего сталкиваемся мы. Если вы знаете еще мифы о наращенных волос, которые вы когда-либо слышали, пишите к нам в комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!